Почти середина декабря. Погода за окном, снег с дождем. На улице Электрозаводской идет ремонт дома. Фасад ремонтируем. А почему зимой? Это вопрос СО1. Мужчина, который согласился с нами побеседовать, бригадир. Он рассказал, что ремонт фасада заказали сами жильцы через управляющую компанию. Дом номер 70 по улице Электрозаводской построен в 58-м году, поэтому такие работы необходимы, считают местные жители. Покрасит стены и все. Зашпатлюет, покрасит и все. А продолжительность, как долго все это будет делаться? Вот эта часть 3-4 дня. А как давно начали? Месяц. Бригадир рассказал, что на качество работ погода никак не повлияет. Шпаклевку они добавляют в специальную смесь. Технологии не стыдят на месте. Гарантия на такую работу 5 лет. Вот только одного бригада не учла. При строительстве лесов пешеходную дорожку пришлось перекрыть. Поэтому люди идут буквально по проезжей части, рядом с автомобилями. У нас все время делают все не вовремя и не для людей. Мы ходим с ребенком регулярно по этому пешеходному переходу в школу. А для того, чтобы теперь перейти дорогу, нам придется обходить еще 10 дорог. Бригадир рассказал, что это временные трудности. Нужно только немного потерпеть. Строительные леса установят за один день, а после на них повесят сетку и ограждение уберут. А сотрудники бригады порой сами просят школьников переходить дорогу заранее, а не бросаться под колеса. Но такие работы скорее исключение из правил. А в остальном явления для горожан уже привычные. Чуть дождь или снег, как коммунальные или дорожные службы начинают свои работы. С чем это связано, понять сложно. Но происходит это из года в год. Замена крыш в межсезонье, капитальный ремонт теплотрасс. Все эти темы не раз поднимались в СМИ. А причины многим известны. Вот только о них напрямую не говорят. Думаю, что ненормально. Ну а почему вот их проводят, как вы считаете? Ну вы спросите у тех, кто проводит. Летом отдыхают, ездят на курорты. Потому что дороже. Зимой дороже. Это все развалится быстро. Правда, в 2018 году практика с укладкой асфальта уже оправдана. Росавтодор согласовал методические рекомендации, которые разрешают укладывать асфальт зимой. Только со своими оговорками. В частности, в рекомендациях говорится, что класть асфальт можно при соблюдении всех технологических процессов. При температуре до минус 10 градусов и при небольших осадках в виде дождя или снега. При этом важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. К сожалению, документ носит исключительно рекомендательный характер. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».